Ко мне обратились подписчики с не совсем стандартным запросом. Ситуация в мире нестабильная, и они хотят купить загородный дом, такую дальнюю дачу. Не близко, но и не особо далеко, чтобы до Москвы было не более 3-4 часов езды. На берегу большого водоема, с хорошей инфраструктурой. В семье есть дети, и хотелось бы, чтобы они летом могли заниматься каким-то водным спортом, например, яхтингом. Люди не бедные, поэтому запросы по качеству недвижимости довольно высокие. Дом в деревне не подходит. Ну и так я оказался на берегу озера Селигер, в коттеджном поселке Премьер-Селигер. Ну а коль я здесь оказался, то хочу и наших зрителей ознакомить с этим совершенно классным местом и интересным проектом. Меня зовут Максим Рудницкий, вы на моем канале о загородной недвижимости. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну и на наш канал в Телеграм про загород. Обязательно подпишитесь. Мы самые свежие новости недвижимости именно туда выкладываем. Расположен коттеджный поселок Премьер-Селигер в Тверской области. Непосредственно на берегу озера Селигер. Рядом с деревней Залучья. От МКАТ это 350 километров по новой платной трассе М11 Нева, Москва-Санкт-Петербург. Ехали мы чуть меньше 4 часов от Москвы. В общем, дорога от скоростной трассы нормальная, асфальт до самого поселка. Райцентр город Осташков, он в 15 километрах. Там вся городская экстренная инфраструктура. А в ближайшей деревне можно купить все необходимое для там повседневной жизни. Сама ближайшая деревня Залучья такое курортное место, где летом помимо местных жителей приезжает много москвичей и питерцев. Недалеко расположен яхт-клуб, где как раз можно и там парусник держать или арендовать, и заниматься там водным спортом с тренером. А можно не парусник, а моторный катер. Кстати, пирсы Слип есть и непосредственно в поселке. Так что свой катер можно ставить прямо рядом с домом. Поселок небольшой, в нем предусмотрено 28 домов. Сейчас уже построено 20, и застроенная часть уже готова, наверное, процентов на 90. Дома кирпичные и внешняя отделка облицовочным кирпичом. Смотрятся дома очень современно, приземистые, одноэтажные, с панорамными оконами в такой стиле современной классики. Застройщиком выступает компания из Твери, которая уже построила несколько жилых комплексов в городе, а сейчас вот строит такой премиальный поселок на Селегире. Ну и говорят, что этот проект и немного такая личная история учредителя. Сам он планирует жить в одном из домов. Ну а когда инвестор непосредственно проживает в своем поселке, это всегда большой плюс. Дома построены площадью где-то от 170 до 300 метров, на участках 15 соток. Чем ближе к берегу озера, тем больше площадь домов, и тем выше стоимость. Самый бюджетный дом площадью около 170 метров под отделку стоит 25 миллионов. А дом площадью около 300 метров в первой линии обойдется на сегодняшний день в районе 45 миллионов, но это тоже без отделки. Ну и несколько домов продаются уже с ремонтом и мебелью. Вид из них открывается, конечно, совершенно потрясающий. Вот этот вот дом площадью 290 квадратных метров с финишной отделкой и мебелью расположен в первой линии от озера. В нем огромная кухня-гостиная, мастер-спальня со своей гардеробной комнатой и санузлом. Ну и две спальни поменьше. Одна, по-моему, тоже со своей гардеробной. Все очень просторно. Дома меньшей площади расположены чуть дальше от озера. Они пока без отделки. Но даже из домов самой дальней линии, из гостиной с веранды, озеро видно. А идти до него, ну, может, на одну минуту и дальше. Ну, чем от первой линии. Вообще, конечно, покупатели недвижимости в этом поселке люди не бедные. И приезжать следить за ремонтом довольно хлопотно. Поэтому, как мне рассказали, большинство заказывают дом сразу с отделкой. В поселке магистральный газ, электричество из расчета 15 киловатт на дом. Водопровод от скважины, а канализация индивидуальный септик. Улицы мастят брусчаткой. Делают их, на мой взгляд, очень качественно. Даже под ливневку сделаны бетонные лотки. В Подмосковье мало где такое решение встретишь. И здесь еще вот большой плюс, что нет высоких заборов. Планируют маленький белый штакетничек, ну, чтобы обозначить границы участков. Ну, и на въезде охрана, а на территории видеонаблюдения, обслуживанием поселка будет заниматься управляющая компания. Ну, еще одна фишка расположения поселка – потрясающие закаты над озер. В этих местах, неиспорченных цивилизаций, конечно, вообще отличная рыбалка и охота. В Селигере даже уголь водится. Ну, и система озер Селигера, в отличие от большинства водоемов, расположенных там поближе к Москве, имеет огромное количество небольших островов. По нему очень интересно передвигаться на лодке. Здесь не прямая береговая линия, а множество маленьких бухточек и заливов. Можно без шлюзов путешествовать на лодке, заходя более чем на 100 километров в один конец. Напоминает чем-то, может, Карелию и Финляндию. Мы прокатились по озеру на лодке, чтобы, как говорится, ощутить всю прелесть жизни на воде. Она, кстати, очень прозрачная. В некоторых местах видимость достигает 5 метров. Ну, и для детей и подростков, конечно, жизнь на таком огромном озере прям, ну, мечта. В детстве я вообще бредил лодками, и сейчас получаю огромное удовольствие от поездки. Горячо рекомендую приехать на Селигер, арендовать лодку, там, покататься по островам, ну, и заехать посмотреть поселок Премьер-Селигер. Наверное, мне надо было приехать через, там, не знаю, пару месяцев, когда все улицы замостят, уберут временные бетонные столбы и доделают пирс. Но у нас независимый канал, так что мы показываем и рассказываем в моменте. Вот что есть. А вы, если заедете, напишите при случаях в комментариях, что здесь изменится с момента съемок нашего ролика. Если честно, то при подготовке обзоров я стараюсь оперировать только фактами. Вот поселок, вот что застройщик обещал сделать, а вот что сделан на сегодняшний день. Здесь видно, конечно, что помимо коммерческой составляющей, в это место вложено много личного участия и души девелопера. Дома построены, коммуникации проложены. Уверен, что через какое-то короткое время здесь будет все, что может понадобиться вполне взыскательному покупателю. Так что, ну, я не нашел аргументов, чтобы отговаривать обратившихся ко мне подписчиков от покупки дома в поселке Премьер-Телегер.